Привет. Здорово. Меня зовут Женя. И я из BFL. Мы там сидим и колбасим Scala. Соответственно, я сегодня буду рассказывать про Scala, но про достаточно специфическую вещь, которая, мне кажется, будет весьма полезна не только в контексте Scala в целом. Но прежде всего, так как я выступаю сразу после Никиты, это такой отличный отклад. И наверняка сразу вопрос, что же лучше. Я бы хотел сказать, что... Не хочется скатываться в троллинг. Очень много копий было сломано в ЖЖ. Кстати, в конце, в последнем слайде будет ссылка на мой ЖЖ. И посмотрите челов, которые во френдах. То есть в ЖЖ, по-моему, не знаю, одно из самых лучших программских кабинетов. Очень многому этому научился и я обязал в ЖЖ. Вот. Так касательно Scala, мне кажется, что главный вопрос — можете ли вы жить с типами или нет. Ну, то есть, понятное дело, что тип — это не только такая штука, что во время компиляции компилятор проверял, не вызовем случайный метод неправильный вот такого объекта, которого этого метода нет. А они способны гораздо больше. Ну и в частности, мы рассмотрим в презентации пару моментов. Вот. Но кто-то может сказать, что на написание аннотации типов и наручное их поддержание уходит много сил, и это неприемлемо. Это тоже валидная позиция. Поэтому, я думаю, здесь выбирать образование. А также перед презентацией я бы хотел остановить внимание уважаемой публике еще на одну факцию. Вот. Вчера была создана Scala-юзер-группа Новосибирская, Scala NSK в Твиттере. Создана ребятами из XS. И мне очень приятно, конечно, слышать про это. Точно так же, как Никита говорил, что очень полезно знакомиться с Closure, хотя бы потому, что там доброкачественная движуха происходит. То есть умные люди общаются, что-то обсуждают друг с другом и растут над собой, вообще двигают индустрией вперед. Мне кажется, похожая вещь, можно сказать, и про Scala. Поэтому общайтесь. Растите над собой. Все дела. А теперь касательно презентации. Макросы в Scala. То есть это не будет какой-то обзорный доклад. Как делал Никита? Я хочу остановить внимание на чем-то более специфическом. Макросы, так как я работаю в PFL. И PFL это академическая организация. Соответственно, там занимаются ресерчи. Макросы это мой кандидатский ресерч. Вот. Но с этой темой мне крайне повезло, потому что ее можно обсуждать в куче ключей. Во-первых, можно рассказать про что-то хардкорное. Не знаю, вроде гигиены, например. First class macros в таком духе. Во-вторых, можно обсуждать с людьми, как делать компиляторы, которые поддерживают macros. Как улучшать компиляторы при помощи macros. Вот это прекрасный разговор получается с челами из TypeSafe. TypeSafe это коммерческая контора, которая занимается поддержкой Scala. И, наконец, можно рассказать людям, которые даже не знают ничего про Scala, не про macros. Можно рассказать, как можно лучше писать программу. Итак, сегодня разговор будет про кодогенерацию. Зачем она нужна? Почему ее используют? Почему это хорошо или плохо? И про то, что можно сделать в Scala. То есть это не то, что теоретически можно так замысить, можно так, это все красиво. А будут конкретные рецепты. То есть вот есть гризис Scala 2.10, который состоялся в январе 2013 года, вот этого года. И вот в нем можно прям брать и колбасить макросы, которые как-то помогают с кодогенерацией. Ну а сейчас мы узнаем, как. Итак, да, ну... Весь доклад, по сути, о том, как побороться с копипастами. Ну и вообще неудобное написание кодиана. Вот мы недавно видели пример простыни на Java. И видели, как на Clojure можно удобно записать ее меньше. Вот. Но как мы видим... Почему так получается? Так получается потому, что у Clojure есть какие-то возможности, которых у Java нет. Ну хорошо, в Java есть OOP. С помощью него можно абстрагировать... Можно каким-то образом абстрагироваться от конкретных деталей реализации. Можно там что-то обобщать, уменьшать публикацию кода. Но все же... Все же... Иногда средства языка не крутают для того, чтобы это сделать. Ну и получается такая кодиара, которую нужно писать постоянно. Из которой ничего нельзя сделать. Ну, жутко напрягает. Сами знаете. Например, ну... В Java, чтобы объявить класс, у которого есть какое-то поле, надо писать на поле. Потом getr setter. Потом написать конструктор, у которого есть параметр. А потом там значение этого аргумента соответствующим нужно там установить... Ну, в смысле, поле класса нужно установить значение аргумента и так далее. Там много букв. Есть еще разный пример. Вот на слайде есть пара штук. Вот. И что с таким делать? Кто-то может ответить. Окей. Можно, не знаю, поменять все из программирования. Вот Haskell крутой язык программирования. Берем. Там все круто. Там никакой копипасты нет. Даже OP нет. Так что всех проблем нет. Ну, на самом деле я не буду сейчас даваться в деталях. Потому что доклад немного не об этом. Но вот у нас же зачастую проходит на эту тему жаркие обсуждения. Типа, как же так? А вот если язык хороший, то ему макросы не нужны. А вот да, а вот нет. Очень интересно. Рекомендую посетить, поучаствовать. Вот. То есть это один из вариантов того, как справляться с копипастой. С которой приходится сталкиваться. Ну, для кого-то это важно, а для кого-то нет. Второй вариант, просто там, не знаю, писать ее. Забить и писать. Ну, и третий вариант использовать скотогенерацию. И сейчас посмотрим, как это делается в разных языках. Первый вариант, это, не знаю, вот если у нас какой-то build tool, там, mantis, bt, у кого-то что. Maven. Переключим к нему что-то, чтобы будет генерировать файлы. Например, если нам не хочется писать getter и setter, ну, отлично, пишем к нему, там, не знаю. Пишем их более удобно в виде, а потом build tool просто будет генерировать с файлами. Ну, просто нему, которые нам пришлось писать в реально. Можно использовать текстовые макросы, как вся. Хорошо помню, как я только начинал программироваться, там, на MFC писать, ивент-хендлеры, например, там, куча макросов. Тоже нормально. Ну, конечно, понятно, есть свои недостатки. Есть более совершенные методики, о которых мы сегодня поговорим. Так же можно генерировать кодиару в runtime. А можно сделать что-то среднее. Можно заниматься макросом. Посмотрим, как это реализовано в Scala 2.10. Итак, при помощи макросов тезис очень простой. Макрос — это такая штука, которая запускается во время компиляции и может перепробашивать с кодом. И, ну, вот пример. Скажем, мы хотим написать функцию ascent, но написать вот таким образом, чтобы она не вычисляла аргументы, если assert не нужен. Обычно как это пишется? Берем, пишем какой-то if, не знаю, if assertions enabled, и тогда вычисляем аргументы, что-то печатаем. Ну, или там, ну, понимается, чем я говорю. Опять же, более played от этого if, невозможно избавиться. Постоянно приходится везде писать. А можно написать макрос, который возьмет эту функцию assert и из нее какой-то такой лошадлонный соответствующий. То есть возьмет condition, его заинвертирует и что-то навещает, если он отвалился. Итак, более подробно, как это работает. То есть макрос — это обычная функция, которая написана на скале, которая вызывается компилятором. Ну, в принципе, все. То есть они получают представление кода, которым оперирует компилятор. Мы посмотрели здесь. 2 плюс 2 — 4. 2 плюс 2 равно 4. Значит, придет соответствующая структура данных, в которой закодировано 2, потом плюс, потом 2, потом равно и 4. Все это можно посмотреть, проанализировать. Вот. И они получают код, но выход тоже выдают код. То есть вот в этом примере, который мы видим, вместо assert'а макрос вернет if и вызов какого-то exception. В принципе, да, на этом все. Код вернулся, вставился в программу, как будто его сами руками написали, и компиляция продолжается, как будто ничего не произошло. Вот. Ну и, конечно, assert — это такой игрушечный пример. Но более подробно мы рассмотрим во второй части доклада. А сейчас просто, чтобы вы видели детали синтакса, из-за того, что действительно это реально просто, что не надо никаких компальных плагинов писать, использовать какие-то секретные API, каститься к чему-то. Вот, как это выглядит. Скажем, вот у нас есть наш assert. Дальше мы объявляем функцию assert. Точно так же объявляются функции в скале. Пишем dev, assert, имена параметров, типа параметров. Но в правой части, собственно, реализации этой функции, мы говорим, что это макрос. То есть он будет... То есть вызов этой функции будет соответствовать compile-time операции, которая реализована в импле. Ну а импл, как я и обещал, есть какой-то контекст, который представляет собой компилятор, и есть структуры данных, которые представляют собой код. Это называется абстрактные синтаксические деревья, собственно, от этого название три. Вот. Дальше мы берем эти деревья и на их основе генерируем что-то. Вот. Насчет этого чего-то. Конечно, это выглядит ужасно, да. Правда? Ничего не понятно. Особенно вот этот доллар-рудный рикбэнк, это просто жесть. Ну, это соответствует восклицательному знаку, то есть логическому отрицанию. Вот. Ну, в целом, идите так посмотреть, что-то понятно. Вот генерируют саив, какой-то кондишн. Вот. Да, как бы, я столько хорошего сказал про матрицы, что с помощью них можно упростить написание повторяющегося вкода, но нужно остановиться и на моментах реализации, которые в 2010 сделаны не очень. Ну, то есть, конечно, можно много о хорошем рассказывать, но, я думаю, всем интересно, а что же такого, что вам могло бы помешать использовать в своей жизни. Вот. Во-первых, то, что в текущей реализации нужно работать с низкоуровневыми структурами данных. То есть нужно знать, что в компиляторе для того, чтобы наколбасить, например, вызов функции, нужно сделать, нужно создать кейс-класс apply. Вот видите, там написано apply, indent, term name, race и так далее. Вот это соответствует вызову функции race, которая примена к какому-то аргументу. Конечно, это неудобно, но у нас есть решение, о котором мы поговорим еще позже. Вот. Это первый недостаток. То, что фиша экспериментальна, да, я забыл сказать, это важно, конечно, что фиша, она хоть в режиме стандартной поставки Scala 210, но она экспериментальна, потому что нужно включать все специальным флажком. Вот. И, соответственно, из этого следует, что API еще не совсем взрослый. Но, несмотря на это, уже есть популярные библиотеки, там, вроде, там, не знаю, play, sbt, которые вовсю используют макросы. Чем вы даже не дождались финального релиза 2.10, уже там что-то сделали и как раз к релизу все было готово, чтобы можно было в продакшене. Вот. Это первое о чем я хотел сказать. Еще одна важная такая штука, если вы будете работать с макросами, заметите то, что поддержка tool-off, она не идеальна. Вообще, было бы интересно, жалко я не спросил этого Никиты, когда он рассказывал про Clojure. Интересно, как в Clojure работают макросы относительно IDE. Ну, то есть, понятно, так как макросы подождают какой-то виртуальный код, который вы не писали, совершенно не ясно, как его отлаживать. Ну, скажем, маленькая строчка была такая, получилось простыня в итоге. Ну, хотелось бы, например, по степу sd-bugger, но не помещается. Или там, не знаю, так как макросы раскрываются во время компиляции, то сколько будет занимать компиляция сама. Вот. Есть люди, которые утверждают, что это проблема. Ну, это действительно так. Мы также работаем над этим. Итак, если пререзюмировать первый час, то макросы — это просто функции, которые вызываются во время компиляции и могут генерировать любой код. То есть здесь мы сгенерировали if, а мы могли бы сгенерировать к ним класс. Например, у нас есть база данных, мы можем из нее достать схему и сгенерировать классы, которые соответствуют этой схеме. все во время компиляции. То есть если мы что-то будем… Если в нашей программе мы, скажем, используем несуществующее поле из базы данных, то нам компилятор сразу об этом скажет. Вот. Итак, вот такая фича. Я обещал рассказать, кто использует макросы из известных в комьюнити Scala библиотек. И вот пару примеров есть. Первый пример — это Sleek. Sleek — это идейный продолжатель Scala Query, одного из старейших ORM-фреймворков для Scala. Ну, в принципе, называть ORM-фреймворком не особо корректно. Крайне мере, автор об этом не любит так себя характеризовать. Он говорит, что это просто такая штука, чтобы мать без базы данных на какие-то из классов в национальном стиле. Вот. Ну, я думаю, можно называть ORM-фреймворк, не вдаваясь детально в данной презентации. И при помощи макросов там реализована очень прикольная штука, которая хорошо известна .NET-программистом. Интересно, есть .NET-программист? Вищник. Вот. У вас есть такая клевая штука, называется link. И в Java не хватает. Вот. А когда есть макросы, то, собственно, она и не нужна. Сейчас поясню, почему. Вот смотрите, мы создали какую-то штуку, которая соответствует таблице кофе. Да? И потом мы хотим что-то спросить у этой таблицы. Например, там, получить список названий продуктов и их цен. Ну и тогда мы пишем, типа, map. Map — это, скажем так, если вы не знакомы с функциональным подходом к коллекциям, то map можно назвать просто как аналог сиректа в SQL. Мы хотим просто получить семена и цены продуктов, которые есть в базе данных. И вот. Но мы не хотим писать в SQL. Мы хотим оставаться строго типизированными. То есть, если у нас в программе объявлены какие-то классы, в которых есть поля наимый прайс, мы хотим их завязывать. То есть, мы не хотим сделать случайно какую-то опечатку и об этом узнать только в runtime. Вот. То есть, и так хотелось бы использовать такой красивый API, но, к сожалению, по умолчанию это не получится. Потому что, представьте, мы создали какой-то объект, который соответствует таблице в базе данных. И потом этот код, который мы написали, по сути, эквивалентно тому, что мы достаем оттуда все данные и в памяти их как-то фильтруем и преобразовываем. Но это, конечно, нахуй интересно. Вот. Как макросы могут помочь здесь? С помощью макросов можно узнать, что именно мы хотим сделать. То есть, например, в этом мапе, что мы хотим достать поля наимый прайс. Можно узнать об этом факте, запомнить его где-то, отложить его в сторонку для runtime. А потом в runtime ее взять и вот этот код, который мы запомнили, превратить в SQL и потом исполнить. То есть получится, что не надо вытягивать всю базу данных, а потом к ней применять вот эту функцию, которая там указана. А можно сгенерировать сразу оптимальный SQL. То есть в C-Sharp это реализовано как специальная фича компилятора, а как мы можем видеть, с помощью макросов она получается за бесплату. Просто потому что макросы они сами по себе работают с кодом. То есть ничего специального для этого им делать не надо. Далее второй пример — это play. Здесь я рассмотрю довольно побочную фичу. JSON сервизацию, но между тем это хороший пример для макросов. То есть в SQL 2.9 для того чтобы, ну скажем, есть у нас какие-то классы, с которыми мы хотим работать, мы хотим их сервизовывать, возвращаясь на клиента. Для этого нужно писать сервизаторы в таком довольно многословном формате. Вы видите implicit, val, personal, etc. Вот я про это говорю, потому что там написано SQL 1.9. Вот. А в SQL 2.10 можно просто абстрагироваться от этого все, но можно написать макрос, который будет автоматически генерировать автоматически генерировать такие сервизаторы. А в SQL 2.11 или даже может в 2.10.3. То есть я буквально вчера вот в отеле сидел и попасил что-то. Можно будет вообще явно не указывать сервизаторы, а при помощи механизма implicitов генерировать их автоматически вообще без написания никакого кода. Это довольно 20 фича скалы, implicit и все дела. Поэтому я не буду на нее останавливаться. Но что самое главное, то что мы можем наблюдать, как макросы позволяют по сути упростить язык. По сути сократить количество boilerplate, которые не абстрагируются даже таким advanced языком, как скалы. Следующий пример это SBT. SBT это такой широко известный tool для сборки прилагов в скале. То есть вот как мы и в Java, так предполагается, что SBT будет в скале. Насчет SBT есть много жарких споров. Но опять оставим их в стороне и рассмотрим то, как в SBT объявляются кастомные таски. То есть понятно, большой смысл build-to-law в том, что можно на них какие-то свои операции определять или по их юзать в процессе сборки. Вот такие операции в SBT называются task. Так, примерно. Значит, что мы хотим здесь сделать? Мы хотим взять do task, a task, b task. И что? Их выполнить и что-то сделать с результатами. Вот. И опубликовать только еще один task. Ну, то есть словно говоря, можно будет написать sbt my. И он выполнит task a и b и напечатает результат на конце. Удобно. Но, к сожалению, симпатиз, который приходится для этого использовать, он не очень удобен. При помощи макросов можно убрать весь этот boilerplate и записать его в более понятном виде. То есть на чем я хочу акцентировать внимание, то что синтаксис из оригинального примера, того, как было, он получился такой многословный не потому, что там, не знаю, как я сказал, отстойная цифра и недостаточно продвинутая. Потому что, ну, просто вот такая модель работы с... Я даже не знаю, сказать это слово, неважно. Просто это такая особенность домена. То, что функции, с которыми работаем, для выражения аппликативных функторов, да, они, ну, вот так вот выглядят. И самое, что интересное, для того, чтобы сделать гуманную работу с этим аппликативными функторами, нам не нужно еще добавлять язык в некие специальные фичи. А мы можем просто завязать макрос, который позволит нам оставаться в рамках определенной модели, удобной для понимания. И между тем делать это в гуманном синтезе. Я думаю, эти пару примеров мы пропустим. Перейдем к тому, что планируется на будущее. Итак, то, что мы сейчас увидели, если так прорезюмировать, есть какая-то фича, макросы, да, она позволяет что-то делать, позволяет генерировать код и таким образом уменьшать количество более плейта в ваших программах. Ее уже используют довольно много людей, несмотря на то, что она имеет экспериментальный статус. В том числе и такие известные библиотеки в скалокомбинтиках, как Sleek, Play. Есть еще ряд других, но просто все в одной презентации вместе с трудными. Вот, но также, несмотря на положительные моменты, мы увидели и то, что есть некоторые трудности. Сейчас рассмотрим то, как нам предполагается их разрешить. То есть, релиз плат 10 был уже совсем давно, в январе, правильно? А фича флис был в октябре прошлого года. Конечно, с того момента мы не сидим сложа руки, что-то делаем. И работа идет по нескольким направлениям. То есть, во-первых, как убрать вот это вот, то, о чем мы говорили. Вот это вот, типа if, apply, это не гуманно. Есть гораздо более простой способ, с помощью которого можно, я думаю, давать написание макросам тем, кто тем, кто даже ничего не знает про то, как работает компилятор. Это первое, что мы сейчас рассмотрим. Во-вторых, нам интересно то, как еще можно использовать макросы. То есть, сейчас мы видели, что с помощью макросов можно написать функцию, которую, если вызываешь, она во что-то превращает свой аргумент и сама исчезает. То есть, просто заменяется на результат работы макросов. А что можно сделать со счета? Если есть макро-функции, почему бы не сделать макро-типы, макро-аннотации, макро-меймспейсы. В таком тоже интересно. И, наконец, это оставим потом. Если кому-то будет интересно после презентации, ну просто слово tag-checker, возможно, многие пугают. Поэтому оставим это. Итак, как можно удобно записывать код? Вот вместо всей этой бороды с apply-ми и спата... Вот я говорил, что apply используется для того, чтобы вызвать функцию. То есть, когда мы пишем applyIdentFuture и передаем туда что-то, это соответствует вызову функции. Вот как у нас написано внизу. То есть, вместо того, чтобы собирать синтаксические деревья руками, то есть представление кода, который компилятор использует, мы можем просто написать так, как будто это был обычный код на скале. И можем туда вставлять разные кусочки, ну знаете, как в башей интерполяции. Написал $Body, где Body – это какой-то код, то есть дерево. Пахнут, туда вставилось и все работает. Ну и, соответственно, мы можем делать pattern-match относительно кусков кода. То есть, когда вот самая последняя строчка там в слайде, там написано case, q, class $Name. Это значит, что у нас есть представление какого-то класса, и он хочет узнать имя этого класса. Ну вот на здоровье пишем class $Name. И тогда появится переменная name, которая будет соответствовать имени классу. И точно также можно доставить список определений, как мы здесь видели, $Devs, опуская самое первое. Вот. Таким образом, ну натурально. Скорее, я надеюсь, что эта фича войдет в 2.11, который будет уже в конце этого года. И тогда макросы станет писать ну совсем просто. Ну я еще не обещал, это какие есть возможности, что могут еще макросы сделать. Ну вот, есть функции, которые раскрываются, которые что-то делать, когда мы их используем. А есть и типы. То есть можно написать type-macros, в данном случае макрос, который коннектится к Meme или басе данных. И потом, если мы его будем использовать, например, здесь написали extension h2db, он постучится в базу данных, раскроется в список каких-то классов, и потом мы можем написать db.coffice. Ну это название coffice, оно соответствует какому-то классу, который сгенерирован из таблицы. То есть, заметьте, мы ничего здесь руками не объявляли. Оно сгенерировалось с самого макроса. Весьма удобно здесь сравнивать с существующими подходами кодогенерации, где для этого нужно запускать какие-то внешние туры. Здесь это все происходит внутри компилятора, и сразу так чекается и валидируется во время компиляции, а не как-то отдельно. И, наконец, можно делать такие прикольные штуки к макроаннотации. Скажем, мы аннотировали какой-то класс или метод аннотации. Бах, что-то в нем поменялось. Например, сгенерировался метод сервализации. UseCase для этого довольно много, скажем, хочется нам сделать реактивное программирование. Для этого нужно как-то определять источники событий, которые будут генерироваться в программе. Ну, то есть, скажем, не знаю, у нас есть какое-то поле, и нам нужно подписаться на его изменения. Обычно как? Это делается поле, в нем делается getter и setter, и какой-то еще метод, который используется для подписки на изменения в этом поле, и какой-то метод, который триггерит эти изменения. А здесь мы просто говорим, не знаю, собачка event source, и он это все сгенерит автоматически. И, да, вот это надо пропустить. Да, касательно этих новых шишек, несмотря на то, что я говорил, что непонятно, когда они еще появятся в скале, они доступны уже прямо сейчас в моем форке от компилятора. А этот форк доступен как maven-артефакт. Можно просто на него сослаться. Обычно пишется org.scala-lang.scala-compagner, и его используется в скале от компилятора обычно. А если он напишет org.scala-lang.macro-paradise, ну, это все гуглица, поэтому я даже не писал на слайде, то будет везде использовать вот этот компилятор. То есть использование действительно элементарное. Ну, и так как это мой форм-компилятор, соответственно, вы можете мне написать письмо, а это что-то не работает. Я починил, и там уже через пару часов будет новый на этот билл, в котором все работает. Ну, если это не преувеличение, так обычно не случается. И на этом все. Хочу резюмировать то, что было сказано. Во-первых, макросы — это хороший способ борьбы с boilerplate, который работает, который уже используют ведущие игроки в комьюнте Scala. и его можете использовать прямо вы сейчас. Либо в продакшене визе, в V10, либо в виде macro-продайзе, который очень легко доступен из всех built-law. Ну, это все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ